всем привет в эфире right road сегодня мы решили посетить walmart и расскажем какие там цены дали что там насмотрела автоматы с игрушкой я уже пробовал играть на самом деле обман обман очень тяжело достать видимо здесь запрограммирована да да одна игра стоит 50 центов так что мы будем смотреть изобилие товаров вот мы зашли овощи фрукты 574 клубника за килограмм клубники авокадо по 60 центов за штуку берем берем так всевозможная зелень салаты вот он аспарагус или спаржа 2.47 за вот этот пучок свежая кукуруза по 50 центов за штуку кукуруза кстати очень вкусная сладкая мы уже пробовали грибы вот такое вот изобилие салатов тут есть уже готовые смеси 98 центов за упаковку свежий зеленый горошек по 248 за упаковку вот так 52 центов за паунд то есть это примерно около доллара за килограмм всякие такие снековые уже закуски готовые миксы резанный арбуз для самых ленивых фисташки вот такая пачка 500 грамм стоит 668 всевозможная выпечка цены всякие разные вот такие вот батон и довольно большие один доллар вот это здесь деликатес это крабовые палочки цена довольно приличная 224 за упаковку есть подешевле если такие по 90 центов а тут их соответственно меньше вот красная рыба цена указана за пал очень много очень много мяса и фарша всякое разное мясо всякое разное нарезанное и нарезанное с костями без костей вот есть вот такое вот мясо такое вот мясо уже резанное все вот цена допустим вот с костями мясо доллар 36 это запал на 2 кило такие вот пуски это всевозможная птица индейка курица опять же в разном виде фарш резаная с костями без костей цена за паунд 2 доллара так колбасы колбасы всякие разные колбасы сосиски вот они американские изыски сосиски которые просто взяли обернули беконом бекон фаршированный сосиски вот сыр уже натертый есть уже тертый для самых ленивых по 8 долларов за упаковку в упаковке у нас 2 паунда килограмм сыра терта так вот тоже разные сыры разные виды сыров монтерейджек шарп чеддер милт чеддер пейпер джек пейпер джек пейпер джек это фантерейджек швейцарский сыр с большими дырками коби джек есть гауда есть уже тоже слайсами сыр нарезанные 2 и 4 процента вот это коттед чиз это как зерненый творог у нас в россии здесь вообще творога нет только может быть в русских магазинах можно найти а так вот люди покупают вот такое вот зерненый творог и так разные йогурты всякие есть органик есть неорганик уже огромный выбор вот в среднем цена около доллара доллар за упаковку йогурта это который поштучно можно брать в упаковках в упаковках выходит чуть дешевле яйца самое простое самое дешевое что тут есть вот допустим 2.20 за 12 яиц есть есть вот в таких упаковках вот сколько тут 30 штук есть разное молоко молоко мы уже показывали в наших предыдущих выпусках вот нам нужны сливки сегодня молоко так перемещаемся на витрины с чем тут с алкоголем но алкоголь мы в другой программе покажем здесь не такой огромный выбор я думаю нам нужна вот обычная вода и соки вот цена за упаковку сока допустим 2.98 это 2 литра сока ну а эти же соки можно найти и в долларе в принципе да такова есть вот такие вот это пунш это типа что-то юпи скажем так с добавлением сока стоит доллар 43 4 литра ананас и кокос как тебе сочетание нормально подходим к витрине теперь уже с газированной водой и с орешками и чипсами всякими снеками смотрите кока-кола ванила вот в такой ретро упаковке 12 банок есть черри обычная вот по 24 штуки продается а вот продается смотрите доктор пейпер вот 24 жестяных банки стоят 7 долларов о смотрите какие интересные чипсы здесь есть супер острые с перцем с лимоном с чили с лимоном всякие разные закусоны к ним вот начат всякие вот это все вот до конца чипсы вот есть типа натуральные чипсы такие вот вот есть такие мега пати пачки там сразу несколько разных видов чипсов в наборе пачка стоит 7 долларов там получается у нас 1 2 3 4 5 5 видов разных чипсов мимо этого мы не можем пройти обязательно надо взять да это две любимцы разные разные скитлс я бы вот смотри есть куча червяков целая огромная пачка тело 36 5 баксов это мои туалетки что еще интересного из конфет не знаю нас уже ничем не увидели за полгода в америке даже больше а вот есть какие-то спайси скитлс да интересно да 2 доллара видимо с острым перцем вкусно я такой брала когда только приехал это вообще шиковала там брала я в долларе брала за барс долларем до долларе можно взять меньшую упаковку так есть большой херши киткат так вот хорошего шоколад давайте покажем сколько здесь стоит хороший шоколад где 72 86 процентов какао 268 за плитку шоколада за 100 грамм есть риттер спорт с орехами 248 вот есть такая пачка вот еще шоколад есть 190 процентов какао печенье вот печенье орео захватили мир вот тут их очень много одни орео всякие с разными вкусами вот есть печенье с мндмс кстати уже подделки на орео делают дешевые дешевле да да волмат сам делает уже дубликат да это очень вкусное печенье нас уже на них подсадили но они стоят очень дорого мы это нашли сыр в тюбике который можно поливать да цена у него конечно приличная 4 доллара наша любимая арахисовая паста просто залежи арахиса а вот кстати скажу вам интересный секрет вот ее едят здесь арахисовую пасту в комбинации с желе с джемом это кстати очень вкусно обычно они делают сэндвич с одной стороны намазывают арахисовую пасту с другой стороны намазывают вот таким вот джели джемом либо клубничным либо виноградным вот и это очень вкусно можете попробовать у кого есть доступ к этому в россии так это все хлопья кукурузные их тоже очень очень много здесь хлопьев очень много ну вот допустим цена за пачку хлопьев 288 340 грамм масло какое здесь масло есть то есть это соевое масло канола это рапсовое масло самое кстати удачное считает всего того что здесь продается и кукурузное масло вот такие вот вещи интересные а если вы хотите уже подсолнечное масло то его надо искать вот я думаю вот в органик маслах где-то где оливковое масло вот сейчас не вижу его в наличии ну всегда можно пойти в русский магазин и купить его там сахар сахар здесь кстати очень мелкий прям пыль сахарная вот вы ее видите вот допустим упаковка сахара тут 4,5 килограмма стоит 4,77 так вот здесь есть маршмеллоу всем известная большая пачка больших маршмеллоу для костра стоит 1,25 доллар а есть такие маленькие но их уже кто-то решил попробовать вот есть вот малюсенькие вот такие 96 центов их очень хорошо добавлять в напитки они вкусные сейчас мне нужно показать интересную вещь это вот желе уже готовое просто порошок разводите у нас в России тоже такое есть ну вот здесь цена на это 52 цента допустим персиковое желе или вишневое или даже шоколадное желе вот витрина со специями специи тоже довольно много всяких разных смотри гималайская соль надо показать это гималайская соль но она продается у нас в России цену вы видите здесь в таком варианте и всякие разные другие специи так пошли консервы всякие разные консервы о есть икра тут есть икра это видимо икра водка водка да икра с водкой наверное я не знаю что это интересно кто знает можете тоже там написать вот есть и черная такая заметьте фирма называется романов вот он всеми известный спам кстати спам пошло именно от этих консервов которые были во всей гуманитарной помощи которую засылала Америка это именно ветчина легендарная ну что ребят попробуем мы классический спам наверное обязательно надо наверное взять его попробовать с таким он ключом здесь а потом вам расскажем насколько он вкусный вот Катя уже решила говорит о буду первой пробовать да Катя вот в России мы покупали вот эту лапшу маручан тут ее полно покупали потому что сейчас ее не найти уже к сожалению из-за этих всех эмбарго которые ввело наше любимое правительство в общем здесь она стоит 36 центов за вот такую упаковку и сейчас где наши упаковки за 25 центов вот за такую упаковку и так это консервы томатная паста всякая разная помидоры всякие тут уже есть резанные не резанные есть вот такие вот вещи это типа сальсы кстати довольно вкусная вещь это уже макароны с какими-то сырами с добавками то есть вы берете пачку там макароны и там добавка сырная вот вот есть самые дешевые которые берет большинство которые дают в футбанках которые для самых больших гурманов есть уже пармезан натертый прям в порошок порошок из пармезана и кстати очень вкусно вот брать этот пармезан и посыпать им попкорн который только что приготовился а еще чесноком сверху вообще шикарно это всякие спагетти спагетти всякие вот интересные тут витрины пошли тут всякие кухонные добавки вот есть вот такая вот вещь это у нас кукурузный крахмал если я не ошибаюсь конечно я нашла маги вот это у нас чечевица бобы горох ну цены конечно такие вот а вот тут это хит перец халапенио всякие разные это очень острый перец очень вкусный и мексиканская кухня без него просто не обходится так это все рис тут с другой стороны консервы кукуруза горошек на консервы я думаю вы видите где-то около доллара они стоят разные грибы морковка кукуруза бобы бобов тут кстати едят очень много смотрите что мы тут нашли такая интересная вещь халва 3,48 за 350 грамм вот такая интересная вещь есть а это фаршированные листья винограда только что там за фаршированные я честно говоря не знаю либо это для фарширования непоследственно вот есть нут готовый в банках а нут можно купить и рассыпной в банках вот печеньки с предсказаниями полтора бакса сколько там этих печенек неизвестно так такая интернациональная витрина разная лапша всякие тоже со всего света здесь кетчуп и горчица Heinz и других производителей ну вот честно вам скажу вот эту горчицу есть не очень потому что она очень кислая туда очень много уксуса добавляют и поэтому горчицу здесь лучше покупать во всяких интернешнл маркетах вот всякие тут чаи всякие разные и скажу сразу тут проблема с рассыпным чаем в основном весь чай пакетированный весь чай в основном в пакетиках рассыпные чаи если вы хотите попить то это опять же в интернешнл маркет и вот тоже есть интересная такая вещь называется Honey Stix там мед просто в таких наподобие полиэтиленовых пакетах целлофановых то есть рассчитан как бы на одну порцию вот кто помнит еще у нас в России был такой вот сухой чай вот он тут есть это порошок чайный берете разводите и пьете это дело цена маринованные огурчики всякие разные цена около двух долларов за банку но их можно найти и в магазине доллара тут есть всякие миксы маринованные это маленький лук маринованный каперсы кто знает кто знает что такое каперсы молодцы можете написать что это кто пробовал тоже напишите свои вкусовые ощущения лично мне нравится есть такая вот вещь тоже есть витрина с кофе кофе куча всякого разного уже молотого в жестяных банках есть от самого дешевого до уже более дорогого вот здесь в калифорнии идет война между старбакс и между пиц это два тут крупных кофейных магната между ними идет борьба так вот витрина с соусами интересными и тут есть майонез вот майонез стоит чуть подороже а вот есть соус который похож на майонез это ранч он стоит чуть дешевле и вот большинство думает что это майонез и покупают ну вот ребят он очень кислый сразу вам говорю ну а витрина с хлебом вот хлеб всякий разный здесь так вот есть смотрите есть такая вещь называется bagels это что-то среднее между бубликом и сушкой и пончиком наверное скажем так он довольно мягкий то есть типа булочки но все же плотная консистенция вот их обычно берут режут пополам ставят в тостер и потом намазывают маслом и чем-то еще это очень много всяких разных лепешек мексиканских хлеб вот кто говорит что хлеба в Америке нет хлеб всякий разный есть есть хлеб цельнозерновой с ржаной муки и просто белый хлеб но весь хлеб конечно довольно мягкий нет таких кирпичей как в России ну и цена вы видите цену около двух долларов за булку но можно купить и за доллар я вначале показывал батоны по доллару есть органик хлеб органик хлеб более дорогой так булочки для хот-догов булочки для гамбургеров ну вот цена тут в принципе 2.50 но это еще не сам игра вот есть 98 центов вот такие вот булочки так вот здесь витрины с заморозкой всякое разное вот мы сегодня не берем потому что у нас морозилка и так полная ну вот в принципе я показываю что тут есть это уже готовые смеси всякие замороженое но в мороженое отдельно есть целая большая витрина тут не так много как мы дойдем до этого есть вот такие вещи опять же все полуфабрикаты замороженные потому что большинство американцев не готовят дома я честно говоря даже не знаю что это подобный буррито это вот буррито буррито на завтрак они ели 2.47 вот для американцев проще купить готовое и вот корн доги тоже известные такие это вот сметрина до конца она сморожена всякое разное мороженое и внутри мочи мочи как правильно мочи не знаю мочи мороженое да стоит 4 вот фуктовый лед вот 18 морожен стоит 2 доллара мороженое в виде карандашей вот есть тоже мороженое местного производства 3 доллара за 1 и 4 литра всякое разное уже на выход идем вот встретилась вот такая вот картошка мини картошка стоит 4 доллара кидайте ее в духовку или в микроволновку вот 30 минут у вас готово 500 грамм картошки но она вот такая мелкая прям свежая мелкая картошка ботат что тут есть еще вот такие вот бассейны есть интересные вот 15 долларов за бассейн уже все готовятся к лету вентиляторы летние холодильники для автомобилей вот холодильник стоит 1588 волейбольные сетки всякие надувные плоты в виде картофеля фри а в виде не будем говорить чего вообще на самом деле в магазине можно потеряться он довольно большой и я думаю для короткого видео это сейчас как бы по хозяйственным товарам уже пошли для короткого видео у нас не получится поэтому вот пока продукты наверное это будет первая часть а вот вторая часть наверное уже в следующий раз покажем что здесь есть хозяйственного хозяйственного такого возможно даже в большем волмарте потому что это еще не самый большой здесь всякая садовая вещь потому что сейчас идет уже посадочный сезон соответственно здесь есть и канцелярские отделы мебель даже для дома есть для сада это игрушки вот такой вот бэтмобиль для ребенка 100 долларов вот это канцелярия всякая там он для рыбалки товары такие удочки для автомобилей ну и прочее а вот здесь вот смотрите это чищенные семена подсолнечника для птиц все для ваших любимых птиц цена 648 есть уже готовы вот такие семена большие огромные мешки 863 ну огромный мешок семян здесь очень много уделяется вот именно птицам это уже садовая земля и так я думаю уже в этой программе в основном посвятим ее продуктам а все вот такие вот игрушки бытовые товары мебель и все что с этим связано остальное мы уже покажем другой программе и также посвятим отдельную программу а алкоголю наверное возможно покажем магазин музей просто огромный в котором скажем так алкоголь более дешевый вот ну в общем подписывайтесь ставьте лайк пишите комментарии всем пока всем пока е е е е е е е